Экономика, бизнес, финансы. Программа Экономика. О реализации образовательных проектов среди кировских медиков и локализации производства вакцин Санафи на территории региона. На самом деле эта работа будет продолжаться и вестись не только с Санафи, но и другими. Компания, в том числе на Сочинском форуме, будет также подписано. С одной стороны, это чисто производственная тема, поскольку мы договариваемся с компанией о том, что это сопровождается работой по подготовке кадров, то есть по организации стажировок для студентов, обменным практиком, отдельным рентгеноправлением. Это происходит с участием и присутствием правительства области, а если поведет, то и представители правительства России. В этом году Нанолек начал выпуск противоаллергического препарата Налариус. К концу года планируется выпускать уже 9 продуктов. Во втором квартале следующего компания рассчитывает запустить биотехнологический корпус с двумя производственными линиями, где можно будет выпускать 20 видов препаратов. Программа Экономика. Гостиничный и ресторанный бизнес показывают низкую рентабельность. В целом для проданных товаров, работ и услуг она повысилась на 3%. Выше среднеобластного значения уровень рентабельности у организации сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, обрабатывающих производств и образования. Существенно ниже эффективность компании в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, операции с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, строительство, оптовой и розничной торговли. Об этом пишут бизнес-новости в Кирове со ссылкой на Кировстат. По данным издания, нерентабельными остаются организации, осуществляющие деятельность в сфере транспорта и связи, а также в число убыточных перешли организации в сфере добычи полезных ископаемых. Для хозяев гостиниц и ресторанов проведут бесплатные тренинги. Для этого Министерство развития, предпринимательства и торговли приглашает в Киров специалистов из разных городов страны и зарубежья. Обучение будет бесплатным, отбор участников по конкурсу. Так, с 6 по 8 октября учебу проводит ведущий бизнес-тренер ресторанной индустрии Георгий Матералашвили, город Санкт-Петербург. Он расскажет, как выбрать концепцию заведения общепита, научит вести кадровую и управленческую работу. 10-11 октября состоится тренинг для владельцев гостиниц и хостелов. Бизнес-тренеры из Нидерландов и Татарстана проведут семинар по созданию сервисной культуры класса люкс, расскажут, какие услуги популярны в кризис и научат нестандартным приемам привлечения гостей. И о валютах. Они снова пошли в рост. Доллар прибавил 28 копеек. Официальный курс сегодня 65-64. Евро стоит 74,97. Он отыграл больше 1 рубля. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове.